здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня поговорим на тему довольно таки важную хотя вроде бы говорим об этом часто много каждый год традиционное время когда начинается лето или лето ну скажем так развивается стремительно а тем не менее говорить об этом нужно потому что иногда люди не слышат этого в студии начальник управления московской областной пожарно-спасательной службы управление номер 8 олег викторич хатин здрасте олег викторич говорю я правильно говорю да не слышат номер восемь номер восемь но не слышат что вот мы говорим вроде бы сколько лет каждый год в одно и то же время как-то все равно спасать приходится ну я думаю что это связано с тем что народное население увеличивается а очень бурно увеличивается и многие жители переезжают другие регионы приезжают к нам поэтому увеличивается количество жилых домов количество жителей и естественно конечно же увеличивать людей которые выходят на водоемы я думаю но проблема в этом скорее всего говорит мы будем сегодня о водоемах будем говорить о летнем отдыхе о том что он в себе таит какие опасности сложности возможно для некоторых это будет повтором но тем не менее то тут то там мы слышим то кто-то утонул то кто-то значит как-то травмировался и так далее тому подобное то есть все таки это просто человеческая беспечность не выполнение элементарных каких-то правил да ну любые несчастные случаи это совокупость обстоятельств и природные факторы и человеческая беспечность ну и ну кажется нарушение правил безопасности в тех или иных вот вопросов но вот по вашему опыту я понимаю что даже речь не столько статистике все равно какой-то процент неприятных этих моментов чрезвычайных сложных примерно одинаков или все-таки мы в каком-то лучшем направлении как эта кривая растет или снижается год от года если говорить вообще в целом всех случаях ну там дорожно-трассное происшествие утопление значит гибель на пожарах то статистика из года в год ну она можно сказать что улучшается незначительно улучшается ну по утоплением значит в нашем регионе я имею ввиду здесь ближайшие города с нами котельники дзержинск ультарино то самое управление на 8 да да это вот 8 10 человек каждый год но и чуть больше чуть меньше но вокруг этих цифр все крутится ну а самые главные причины вот этого утопления как вы говорите на профессиональном языке это что какие вот эти выходные в нашем регионе утонул три человека так двое из них утопию утонули значит вот карина отдыхали на озере где не было в общем-то и людей такое озеро лесное там маленького здесь такие места есть такие места употребление спиртных напитков один человек погиб значит на оборудованном пляже это в дзержинске значит утонул человек но это видимо несчастный случай но несчастные случаи бывает связаны все прежде всего со здоровьем самого человека сердца ну вот я сталкивался такой случай у человека которого был очень сильный диабет молодой парень 18 лет он плыл и во время плавания ему стало плохо связано с диабетом он потерял сознание утонул вот такой случай ну не обязательно это сердце хотя сердце тоже бывает вот недавно одна знакомая значит приняла холодный душ ну то есть в купель в холодную воду окунулась и очнулась в больнице это угроза инсульта резкая смена тисленного температура тоже опасно для воды для нашей вот это все что связано со здоровьем ну давайте сразу по здоровью коль мы здесь понятно что в данном случае не с медицинской точки зрения с точки зрения спасательной или профилактической то есть люди у которых есть какие-то серьезные хронические заболевания должны все таки прежде тем перед тем как ну вот опять же температура может быть на улице жарко вода она по-разному тоже может влиять там рак утра вечер и так далее то есть они должны подумать прежде чем лезть в воду правильно ну это вот я тоже не врач как и вы ночью но это не логично явление бывает спас сосудов когда из горячего в холодной или наоборот сосуды резко сужается и что-то происходит уже последствия поэтому все надо делать постепенно мы как-то в этой студии говорили о зимнем купания на крещение когда в холодную воду окунуется люди ну и здесь летом такие же процессы идут все над дел постепенно организме любит резких движений ну конечно молодые люди они этого не можете не всегда понимают кто постарше они уже сталкиваются как правило люди опытные но если человек употребил спятые напитки что это вторая часть нашего час часто бывает там уже как говорится он на медицинские вопросы не обращают внимание всегда хорошо вы же понимаете прекрасно что лето такое немножко расслаблены для населения период и люди так или иначе все равно эти напитки употребляют либо до либо на месте так сказать купания либо еще какими-то способами или приехали там словно говоря на дачу или где-то там посидели потом пошли дружно плавать и так далее ведь все равно этот это ваш никуда не деться не запретишь же ну я не знаю какой категории говорить никуда не деться я допустим если употребляю спиртные напитки воду никогда не хожу поэтому тут говорить о какой-то массовость я думаю нет скорее всего это случай не такие уж массовые но они просто не на слуху потому что это люди тонут они есть конечно ну что таким людям советовать но я не знаю просто мне кажется подальше от воды это темы рассуждать об этой теме с человек пьет то есть этот процент грубо говоря все равно к сожалению он закладывается потому что это уже него невозможно решить этот вопрос другое дело что например скажем есть такие специально отведенные места до для отдыха где не продаются спиртные напитки а есть места не отведенные специально для отдыха или даже отведенные народ все равно их туда приносит мы же это видим шашлыки делают напитки как этот вопрос как-то вообще штрафы какие-то существуют но я вот хотел сказать что муниципальном образовании на любви резко муниципальном образовании городском округе значит есть три зоны отдыха так они известны официально наташинские пруды кореневский карьер красковая и насчет озеро малаховской ну и это мы здесь работаем в контакте с начальником управления гражданской обороны пендюрина владела девочек вот ну и обменяется информацией и вот в частности эта структура в том числе занимается вопросами безопасности на воде заключены договоры на то что в этих трех местах купания дежурить спасатели постановлениями администрации там ограничено продажа спиртных напитков вот это стеклянная тара так называемые вывесены аншлаги мы и пляже оборудуется вот буквально недавно глава городского округа вами 5 то есть ружицкий вот было рабочее совещание мне немножко там удалось присутствовать по значит обустройству нашего красковского озера это стоянка это дороги это пляжная зона я хочу сказать что там там рядом стоит наша пожарно-спасательная часть там народ бывает очень много ну сейчас там обустраивается такая зона такая же зона у нас значит здесь в городе наташевских прудах оборудована такая же зона значит у нас есть в малаховке пляжная зона и хорошо обустроенные вообще место для отдыха поэтому я думаю что там будут и наличие патрулей милиции то о чем вы говорите под полицейский потому что пьяные компании они иногда не каждый к ним подойдет предупредит и так далее поэтому я думаю что чем больше таких зон будет или они будут лучше оборудованы тем безопаснее будет ну да когда люди видят что порядок они сами как-то себя ведут по-другому то что нашу передачу вот сегодня смотрят не все же люди которые о которых мы говорим которым нужно смотреть я думаю что на его на пляже если человек столкнется что его предупреждает спасатель милиционер там ну он наверно как-то будет задуматься больше а что например сегодня же существует какие-то то есть вот например если человек распивает напитки и вам полицейской полиция может даже в отделение забрать все как положено запрещенных напитков в общественных местах вообще по-прежнему запрещено да никто не разрешил никто не разрешил а какие там штрафы я не знаю но они есть хорошо вернемся к спасателям потому что раз эти зоны внесены скажем так в официальные зоны они официальных мы поговорим чуть позже что входит в обязанности спасателя он как у него есть лодка или катер что как какие способы ну все что есть спасателя я думаю не какой-то секрет все вы смотрите телевизор знаете интересно иногда просто сам на лодке и все обязательно должен быть лодка до спасательные жилеты на спасательные круги значит конец александрова так называемый это веревка скажем так как лассо ну вот у некоторых еще если халоты вот у спасателя мчс когда вот уже совсем надо найти человека на дне мы халотом его ищем то есть есть да есть да есть таких приходилось один раз нам искать в этом лодкаре на халотом на волкуши ночью мы искали человека погибшего нашли с помощью халот а кто да да в обязанности спасатели что входит мы тоже это публику потому что все равно надо заперва вопрос это профилактика второй вопрос круг обязанности это спасение на воде что касается профилактики им занимаются и спасатели и пожарные вот сейчас мы получаем большое количество листовок распространяем эти листовки в пляжных зонах в местах других общественных в том числе и по пожарной безопасности мы их распространяем многие значит зоны отдыха на пляжах они примыкают к лесному массиву где нельзя разводить костры помощь с об этом поговорим я возвращаюсь к спасателям какая-то зона очерчена для спасателя человек вот если он далеко будет заплывать как какие-то там быки стоят как он вот вы говорите профилактика он может что-то сообщить кому-то что-то так вот виды работ пропорки он назвал и с помощью начата разъяснений с помощью листовок с помощью громко говорить громко говорить да вот это очень достаточно эффективно когда вот допустим на водоеме обозначены буйки а вот вы если были в сочи вы до пляжной зоне там не за один бурюк вы не заплывете он тут же прийди прилетит привет от спасателя с вышки вот я сама заплывал и мне прилетал привет поэтому это тоже входит в обязанности спасатель при наливе по 3 а вот если они только есть эти буйки то же а если быков нет если бы посадить и как работает ну они патрулируют на лодке они обязаны патрулируют на лодке если меньше человек заплывает далеко там ребенка женщина не должны подплыть и предупредить что вернитесь обратно а кто эти люди где они проходят обучение их много вообще хватает работа сложная но мы сегодня в люберсах значит держи дежурные подразделения ну по два человека вот на 3 над на этих трех объектах это люди наняты администрации городского округа им платится зарплата согласно контракту они должны иметь сертификат спасателя быть обученными и так далее ну как в любой любой специалист иметь профессиональное образование еще такой вопрос если что-то происходит сигнал поступает к вам да по команде как-то идет к если что-то происходит сигнал всегда поступает как правило по 112 в милицию или к нам авториза даже чаще нами в милицию потому что уже вот если утопленник ну вот милиция выезжает на место оценит обстановку приезжаем и и осуществляем поисковые действия если человек погибший всплыл ну понятно его достают а если он где-то его не видно мы начинаем поиск у нас для этого и специальные подразделения которые занимаются вот этим поиском сейчас сделаем небольшую паузу и поговорим с начальником управления московской областной пожарно-спасательной службы олегом хатином еще на некоторые темы напомню что эта программа открытый диалог сегодня у нас в гостях начальник управления московской областной пожарно-спасательной службы управление номер 8 олег виктор и чхать и в первой части мы говорили о воде но думаю что здесь как бы все понятно очень хочется надеяться что люди все равно это ну как-то слышат понимают и если по состоянию здоровья и не приди господи если кто-то из ваших друзей и знакомых слишком что называется принял на грудь то может быть не стоит его отправлять в купание поговорим еще о шашлыках и прочих так сказать способах вот мы первой частью же коснулись то что связано с лесом люди иногда разводят костры где разрешено где не разрешено и в общем вот в плане пожароопасного отдыха скажем так ну я здесь вот к своей радости могу сказать следующее что вот этот год он отличается от многих других лет прошлых тем что у нас было очень маленькое количество пожаров в лесу и пола травы так называемого весной который в апреле в мае условия погодные которые были вы помните мороз да такой холодный не холодный май был потом вес зима прям для снежная зима потом резкий переход весну с наличием дождей опять холодной температуры такой относительно он способствовал тому что трава зеленая трава к быстро выросла быстро выросла и фактически мы имели тут самое маленькое на и за все мое время работы в любилецком городском округе количество пожаров весной вот эти свалки не горели у нас лес вот по обычному в октябрьском там лукьянка лукьяновка мы там тушим спорс постоянно ну вот в этом году на удивление просто было мало и мы сэкономили значительное количество сил денежный средств топлива за счет того чтобы было мало вот таких сгорания спасибо природе до природа помогала это нам существенный фактор если мы пойдем дальше туда в сторону и горе ска шатуры там это решающий фактор того что все-таки любили ский район значительно степени так техногенный есть много пожаров такого на гражданских промышленных зданиях значит многоэтажные здания то там вот у погоды условия природные они способствуют значит здоровой хорошей статистике в значительной степени как это было в этом году вот я бы так на на характеризовал такую оперативную обстановку хорошо ну а вообще как с пожарами у нас сейчас ситуация я имею ввиду вот пожары домохозяйствах и скажем так все таки хоть вы говорите что не было такого техногенных да скажем так может быть серьезных пожаров на тем не менее лет это начинается уже чувствуется уже припекает ну я должен успокоить то опять же продолжение от моего первых слов у них что сейчас значит обстановка пожарная обстановка в любилевском городском округе достаточно спокойно если раньше мы вот очень на моей памяти очень часто мы 1 квартал имели какие-то сильные возгорания там склады какие-то комплексы там где-то квартиры сейчас относительно спокойно я совсем это связано я буквально вот после праздников проанализировал обстановку ездил по всем нашим пожарным частям разговаривал с начальниками частей с начальники караулов ну как бы подтверждается вот эти гривен значит что в этом году так ну более-менее у нас спокойная обстановка и статистика более-менее нормально с чем это связано закономерности какой-то нету по природные условиям рассказала закономерность которая другой вы я мог привести в пример я наверное вам не приведу может быть можно люди чаще дома потому что погода такая что некуда было вы знаете вот это не живу сожалению я не могу профессионального ответе почему стало больше пожалов или меньше ну когда больше можно еще ответить особенно когда мы анализируем гибель людей вот такие сложные социальные группы там где управляя спирт и напитки дома опять же такие неблагополучные семьи там тоже бывает под гибель людей там значит строительные вагончики когда горят там где строительные компании строит дома если они строили жители строители живут в общежитиях так называемых и прижить вагончиков там бывает возгорание с гибель вот пока в этом году как-то мы более-менее хорошо а вот на летние пожары уже возвращаясь к опыту вот именно опять же когда люди расслабляются там что-то типа дачи или каких-то хозяйству садебных или опять же те же шашлыки вот что чаще всего происходит чаще всего происходит следующее значит это если мы говорим про дачи домохозяйства какие-то огороды чаще всего происходит следует человек как правило не может оценить обстановку последствий возгорания на его участке то есть своими руками они там жгут мусор в прошлогоднюю листу просто жаль шашлык не понимаю том что это очень чревато почему вот если мы смотрим кадры телевизор мы видим как вот в сибири недавно там значит на байкале там вот в тех регионах ветер буквально сметает сжигает деревни это был небольшой костер наверняка был небольшое разгорание но ветер он не дает возможности тушить такой пожар пожар что же разрастает поэтому да я уже не один раз столкнулся не один раз видел когда мы предупреждали дачников там значит на своих дачах что не ждите там мы сейчас есть регламенты приняты административные как где жить что же как можно как нельзя и все но люди как бы понимаете это вроде ну все но надо сжечь куда мусор девая но есть силы сны и ямы значит там ветки хворостом кто как но женщина участке это вот против себя игра против себя ветер сухость у меня был такой случай у меня лично был такой случай я значит зимой вот зима снег полно снега я на даче коптил рыбу закоптил рыбу а потом костер этот который бы горел у меня значит на безопасном расстоянии от всех зданий сооружений я его снегом привалял ну как вот знаете вот визуально посмотрел лучше пошипела не горит да значит ночью он разгорелся ночью разгорелся и снова появился костер и дрова которые там рядом лежали меня тоже сгорели это на улице был где-то минус там 8 минус 10 и я ночью встал у меня значит светло потому что горит костер ху продолжает гореть только еще больше поэтому вот ну надо оценивать и факторы риска и закладываться на то вот высухую траву можете поджечь в одном месте она вам через там минуты будет говорить уже в другом месте хорошо еще такой вопрос время уже движется к финалу что-то нового есть сегодня на способах реагирования тушения какие-то новые не знаю там способы или пока работаете по установленным скажем так гостом но само тушение пожаров достаточно консервативные мероприятия скажем так это вот таких вот лесных ландшафтных пожаров это насчет и не инженерная техника применяется и пожарная техника применяется и авиация применяется все что применяется наверное каждый из вас по телевизору видео даже в кино уже езда что ли даже кино да было хабенский там помогал похожих вот на право огонь ну знаете я не смотрел от чем то что ну немножко я думаю что это будет перегрузка я понял вас хорошо и в то же время внедряются новые технологии не в чем заключается вот у нас есть служба 112 так вот каждый может взять телефон а если он увидел возгорания позвонить может сфотографировать может отправить наши системы которые есть у нас позволяет позиционировать это координаты наложить узнать точное место и наши диспетчерские службы службы 112 могут туда направить очень быстрее чем раньше направить туда технику вот это вот ну как положительный фактор как вы говорите технологии тушения они есть но пожарное оборудование само оно в общем-то революционно революционно не изменилась она такой же как есть пожарные автомобили укомплектованные всем необходимых я понимаю что если человек едет например где-то между населенными пунктами и видит да где-то начинается пожар или идет не найти как вот летом бывает особенно там 12 год когда у нас тут прямо едешь до десятку слева справа и так огонь подходит прям какой-то фильм ужасов было я помню то сейчас можно при малейшем до возникновения сразу же каким-то образом по 112 дать кроме шаман это можно локализовать быстрее чем это конечно вот это это ускоряет то что важно чтобы быстро было реагирование что мне же осталось участка там это вот это один из основных факторов успешного тушения в общем-то любого пожара не только вот ландшафтных и квартирах и производственных помещений еще такой вопрос понятно что дачу наверно вряд ли кто-то так серьезно оборудует но что касается домов люди сегодня противопожарные какие-то системы ставят себе ну вот как государственное да специально когда если какое-то задымление срабатывает или пока на это народ особо не идет ну значит народ идет или не идет я сейчас не буду об этом говорить я скажу так что все многоэтажные здания так они оборудованы специальные системы дымоудаления и запасными эвакуационными выходами все многоэтажные здания это предусмотрено проектом независимо хочешь человек или хочешь работают ли они значит я вам так ответственно заявляю что не рабы не не рабочие системы случае до единичные за этим следят наши жилищно-коммунальные хозяйства подразделения они находятся на специальном обслуживании они периодически проверяются работа спад за это люди платят деньги для эту безопасность и мы есть ответственное за дело поэтому я считаю что и достаточно системы неплохая что касается квартир граждан так ну частный так скажем подход да он и он наверное рассчитан на то что государство нам поможет в основном не сгорит все будет хорошо ну и в завершение поговорим сегодня еще на тему кто приходит к вам сегодня новые сотрудники вообще пользуются ли ну спросом эта профессия и кто эти люди кто сегодня охраняет нас от пожаров и спасает но в нашей службе вот общая численность наша штатная там где-то 480 человек это много или мало и согласно но можно такую ну я не буду быть много или мало я скажу чтобы не обижать нашего начальства когда всегда хочется побольше правда побольше конечно значит ну вот 480 человек эти люди разбросаны это 18 подразделений начинают люберис и до равенского района там туда значит в основном костяк этих людей он не меняется люди одни и те же работы есть определенная прослойка это 20-25 процентов которые меняются периодически это естественный процесс естественный отбор идет вот я хочу сказать что образовательный уровень достаточно неплохой потому что есть у нас учебные заведения у то есть академия гражданской защиты есть другие учебные заведения есть у нас вот хорошие связи наш гагаринский колледж ребята к нам идут с удовольствием работает их работают еще неплохо от молодцы руководства нашего колледжа готовит специалистов нам помогает много молодежи много молодежи идут да идут да ну если говорить что очень престижная работа но мы будем говорить об уровне зарплаты уровень зарплаты конечно хотелось бы нам иметь больше мы рассчитываем на то что нам его будут повышать что обыкновенный пожарный который только начинает работать он получит ну дежурь не каждый день но понятно все 8 держу что он получает 30 35 тысяч тот который уже бывалый который уже опыт и у которого стаж получает там 40 45 но спасатели там 50 получает вот такие уровни запад понятно есть на чем подумать олег спасибо вам огромное желаем вам чтобы вот как ни странно с такими приятными новостями вы приходили чтобы меньше стало пожаров будем надеяться что лето пройдет более-менее спокойно и в плане отдыха на воде и в плане пожаров в плане других каких-то проблем связанных со спасением но и всей вашей службе хороший как скажем хорошая работа чтобы меньше было вызовов а если они происходили чтобы вопросы решались как можно быстрее начальник управления московской областной пожарно-спасательной службы правление номер 8 олег хатин был гостем нашей программы это был открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания у меня был николай пивненко до свидания